Эх, Черчилль третий, да. Много на нем было побед и поражений. С этим Дикер Максом мы фармили кредиты на первую восьмерку. Ладно, хоть потом я узнал про сайт Водхаб, ведь там большой ассортимент кейсов с танками и голдой, мгновенная отправка призов, промо-коды и постоянные бесплатные раздачи. Более 300 тысяч пользователей. Ты сможешь прокачать свой ангар так же, как и я. Ссылка в описании. Всем привет, друзья, на связи GrimOptimist. И знаете, к сожалению, по состоянию здоровья я пропустил много интересного в World of Tanks. Например, не смог вам рассказать о двух последних лотах аукциона, а так же не подвел итоги данного мероприятия. А ведь было, черт возьми, о чем поговорить. Но знаете, пока шло все это время, появились гораздо более печальные, как мне лично кажется, поводы для разговора. Потому что компания Wargaming вот на данный момент смогла разрушить практически все мои ожидания, как игрока. Если вдруг кто еще не слышал, черного рынка не будет. В этом году точно, а скорее всего вообще. Чуть позже мы поговорим более подробно об этом. А так же появилась и крайне печальная информация про битву блогеров. Что, как минимум, в этом году событие тоже, скорее всего, не состоится. И для меня, как для активного игрока, как для блогера, это просто, ну, какая-то дичь, как лично мне кажется. Я бы хотел об этом поговорить с вами более подробно. Почему аукцион полное говно получился в этом году? Почему он даже рядом не стоит с черным рынком? Почему с битвой блогеров вообще такая ситуация сложилась? Короче, давайте разберем все это более подробно. Поэтому прожимайте прямо сейчас лайкосы, подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Напоминаю, что лишь половина моих зрителей смотрят мой контент с подпиской. Остальные почему-то делают это без нее. Так что обязательно подпишитесь, мне будет приятно. Ну, и в комментариях пишите, что вы думаете вообще по сегодняшней теме для видео. Но для начала давайте все-таки подведем вкратце итоги по аукциону. Чтобы понять, почему он настолько плох и почему его не стоит сравнивать с черным рынком напрямую. Это вообще разного порядка вещи. Давайте вспомним первый лот аукциона. Это же просто, ну, это 2D стиль за дичайший ценник в голде. Вообще, кто это додумался засунуть? Если вы помните, всегда на черном рынке первый лот это был премиум танк за серебро. Чтобы заинтересовать людей, чтобы люди начали следить за событием. Чтобы каждый день они ждали новый лот. Это создавало большой ажиотаж. И всегда, повторюсь, это было именно так. Теперь же мы видим какой-то непонятный кусок кала за, причем, дикую какую-то цену по голде. Кто это купил, для меня вообще загадка. Я не понимаю, как вообще люди раскупили этот лот. Но, к сожалению, он был раскуплен. Я не знаю, друзья. Вот если вы купили, напишите, зачем за такую цену. Там почти за 5000 рублей вы купили себе 2D стиль для танка 113. Я не понимаю. Далее был лот неплохой, в принципе. В свободном опыте. Это 268-5. У меня нет претензий вообще к этому лоту. Это, наверное, лучшее, что было в аукционе. Но, к сожалению, очень сильно задрали ценник. То есть, изначально он был адекватный. Его увеличили чуть ли там не в 3 раза. Ну, короче, это очень-очень дорого получилось. Купили лишь только те, у кого действительно много свободки. Но тут у меня нет претензий к ВГ. Это, скорее, претензии к нашим с вами любимым блогерам. Которые вам, естественно, рассказали, что нужно ставить по полмиллиона, а то и больше опыта. И когда люди поставили ценник вследствие этого, конечно же, вырос. И вопрос, конечно, к вашему здравому смыслу. Потом был лот, который лично мне показался более-менее адекватным. И для меня было вообще удивлением, опять-таки, смотреть, как люди ставят по 30-40 тысяч голды. На АМВТ, потому что, ну, на кой хер это надо, я не понимаю. Изначальный ценник был 9900. Я, если помните, говорю, что надо ставить где-то 12500. Но в итоге я ошибся на 100 голды. Минимальный ценник был 12600. Вам, конечно, блогеры рассказали, что надо минимум 30-ник ставить. Вы поставили, молодцы. Ну, как бы, зачем на обычный танк 8 уровня, премиумный, да, который, ну, не представляет из себя прям супер что-то крутого, ставить такие деньги, опять-таки, я не понимаю. Но к этому лоту у меня тоже нет больших претензий. Это обычный голдовый лот, там, того же черного рынка. Он выглядел бы абсолютно так же. Но что началось дальше, друзья? Это же просто задница какая-то. Это Кьюилин, который продавали за голду. При том, что, если вдруг кто подзабыл, его на черном рынке продавали за серу. Да, там, по-моему, минимальный ценник на черном рынке за Кьюилин был 28 миллионов серы. Но это все-таки серебро. И 28 миллионов, это не так уж много. Это можно легко было нафармить за время новогоднего наступления. Да и даже сейчас, с измененным новогодним наступлением, которое стало менее, скажем так, крутым в плане фарма, это тоже можно сделать было. Это не такая большая сумма. Тут же мы видим, как люди начали его раскупать за голду. То есть, изначальный был вообще ценник, уже, как мне кажется, высокий. Это 17400. На кой черт тебе этот Кьюилин за 17400 голды? Это не премиумный танк. На кой ляд? И при этом люди еще и ценник задрали на него. Я вообще не понимаю, то есть, ну, как это происходит. То есть, насколько мне известно, ценник был больше 20 тысяч голды. Это просто какая-то задница вообще полнейшая. Ну и, конечно, вишенка на торте это Type 59 гол. Как и предыдущий лот, это уже повтор. То есть, если Кьюилин продавали один раз за серу, а теперь решили продать за голду, и у них это, к сожалению, получилось, то Type 59 гол продают уже, ребята, в третий раз. И более того, да, вы скажете, ну, его раньше дорого продавали, там, то, сё. Это, конечно, так. Но вы вспомните, на прошлом черном рынке там в конце можно было эти ключи выбивать за 5000 голды. И некоторые его за этот ценник вообще урвали. Это Type 59 гол. Многие, я бы сказал, урвали его именно за 5000 голды. Тут минимальная ставка была 25 тысяч голды. И её и то умудрились задрать более 30 значительно. Это, я смотрел на это, у меня прям вера в людей терялась. Вот мне было херово очень в этот момент, чисто физически, да, я болел. Но я ещё смотрю и думаю, люди покупают Type 59 гол в третий раз за более чем, получается, там, 5000 рублей. Вы чё, больные, хочется спросить или чё? Ну, люди, тем не менее, раскупили. Но даже при том, что зачем-то люди это купили, я не знаю ни одного человека, которому бы понравился этот аукцион практически. Ну, вот так вот в сумме, да, заслуг своих. Потому что, если мы сравниваем с чёрным рынком, то, конечно, ну, это просто небо и земля. Пять говнолотов, ни одного лота за серебро не было. И, конечно, это сравнивать, ну, повторюсь, даже со вторым чёрным рынком, который был самый неудачный, и то нет смысла. Потому что там были лоты за серебро хотя бы какие-то, там были адекватные лоты за голду. Здесь мы получили, по сути, ну, просто какой-то трэш. И почему вообще я разговаривал в контексте того, что чёрного рынка не будет? Я когда, вот помните, ещё делал первые видосы про аукцион, мне все говорили, чё ты называешь, типа, этот аукцион заменный чёрному рынку, он ещё будет 100% после аукциона. Я говорил, вот ещё в тот момент, мои зрители не дадут мне соврать, что не будет чёрного рынка в этом году, успокойтесь. И так и оказалось, потому что в данный момент из игры, да, из исходников игры стёрты все упоминания чёрного рынка вообще. И это означает то, что как минимум в этом году его точно не будет, а, скорее всего, он исчез навсегда. И в последующем будет какая-то замена, то есть, может быть, будет новый аукцион более расширенный. Но если мы видим вот аукцион в таком виде, как сейчас, то, конечно, возникают большие вопросы. Что это будет дальше? Потому что в таком виде нам это не надо. И сравнивать, повторюсь, это с чёрным рынком можно, ну, только по своей концепции. Но это гораздо меньшее событие по уровню контента, да, по его количеству. И по качеству, к сожалению, тоже. Это просто какой-то шлак. Самое смешное, что у многих людей накопилось огромное количество серебра. Даже у меня более 40 миллионов на аккаунте. Это при том, что я, ну, не очень активно прям играл, да, и тонно фармил 40 лямов. И куда это теперь всё девать, вообще непонятно. То есть, я думал, что, ну, хотя бы один-два лота на чёрном рынке я прикуплю себе, да, за серу. Но в итоге, конечно, прикуплю я себе за серу. Ну, в итоге это валяется у меня на аккаунте теперь. И я не знаю, что мне теперь. На голде все танки катать или чем заниматься-то, собственно говоря. И лично мне кажется, то, что компания Wargaming, она закрыла чёрный рынок, да, избавилась от него. Это огромная ошибка, потому что чёрный рынок, это всегда было самое, наверное, хайповое вообще событие в мире танков. То есть, это, ну, по крайней мере, в топе таких событий оно было. И это вызывало огромный ажиотаж, прилив аудитории к игре. Там люди ждали. Это, ну, было супер круто. И для блогеров для нас тоже, и для игроков это тоже всем нравилось. Конечно, там были свои шероховатости, говорю, вот эти вот лоты там в 7 утра. Ну, можно было по времени, как бы, согласитесь, просто сделать, ну, вот как вот в аукционе сделать, по времени адекватное. Но сохранить количество и качество лотов. Но теперь мы имеем аукцион, который даже вот чисто по цифрам, если вы посмотрите, он уже меньше зашёл людям. Это при том, что это был первый аукцион. Он уже, типа, ну, люди так смотрят, там, первый лот, когда вот этот вышел, ублюдский, да, люди такие, что это за говно вообще? Мы, как бы, ну, не особо хотим следить за этим событием. Мы лучше в рандоме покатаем или вообще там в игру заходить не буду. И всё, то есть, потому что, ну, так вот стартанул аукцион. Отвратительно просто стартанул по всем этим, ну, фронтам, как говорится. Хайпа не создал практически. То есть, по просмотрам на ютубе это видно, что людям неинтересно. Говорю, по онлайну это видно, что людям неинтересно участие в этом аукционе. Ну и всё, как бы, просрали самое хайповое событие в World of Tanks, которое все ждали каждый год. Люди там за три месяца начинали готовиться, да, донатили и всё прочее. И играли очень много, да, вот просто просрали. Может быть, кто-то скажет, что лотов, типа, да, уже было мало. Ну, ребят, я вас умоляю. Во-первых, ничего не мешало всё-таки немножко сократить количество лотов. Ну, сделать, например, не 14, а 10. Но 10 лотов, ну, можно было набрать. Ну, не надо мне тут рассказывать, типа, что нечего больше продавать. Да полно вариантов там. Те же самые бланки приказов этих, или как они там называются, для ЛБЗ, да. За первый этап, там, ну, вернее, первую итерацию ЛБЗ, вторую, да, за вторую, по-моему, вообще ни разу не продавали ещё эти бланки. Люди многие ждут. Пожалуйста, уже два лота есть. И все были бы рады, если бы их ввели, поверьте мне. Я просто вот уверен на 100%. Была возможность продать какие-то машины, которые не попали в новогодние коробки, которые там некоторые люди ждали, опять-таки. Премиумные девятки у нас в игре. Ведь ещё, ну, три штуки в данный момент Wargaming на супертесте, да, гоняет. Хотя бы, ну, один из них, ещё один лот. То есть набрать 10 лотов, ну, было несложно. Там, говорю, пару каких-то премов за серу, пусть там не самых, может быть, топовых, ну, чё-нибудь такого более-менее играбельного. Типа Skoda T27, ну, чё-нибудь такое вот, да, типа, среднего уровня качества. И всё, и было бы совсем другое дело. Но, к сожалению, этого не сделали. И давайте не будем размусоливать дальше, я уже всё вам сказал именно по чёрному рынку. Но это не конец видео, так что пока не выключайте. Ещё, конечно, про битву блогеров. Хотелось бы поговорить, потому что я посмотрел ролик у Юши про танки, где он поделился инсайдерской информацией о том, что ни один из его знакомых блогеров пока не получал вообще никаких данных по битве блогеров. Потому что раньше всегда, то есть заранее блогеров приглашали, проводили фотосессии, чтобы потом, ну, всё это в игру, да, закинуть в качестве картинок, ну, арта, да, назовём это так. Нынче ничего такого не делалось. Отсюда несложно сделать вывод, что если мы имеем уже конец января, и до сих пор никто не в курсе вообще того, что будет происходить на битве блогеров, и до сих пор там не проводились никакие мероприятия, да, предварительные, скорее всего, битвы блогеров не будет, опять-таки, как минимум в этом году. И это вообще просто удар ниже пояса для меня, вот честно вам скажу. Потому что битва блогеров это второе, наверное, если не первое, вот они с чёрным рынком плюс-минус там на одном уровне, по хайповости, я имею в виду, да, события именно в мире танков. Все люди ждали, там, я помню, какие были постоянно какие-то споры, там, кто-то в комментариях топил, кто-то за одного, кто-то за другого, какие-то постоянно подколы друг к другу, да, я уж молчу, что между блогерами тоже были определённые движения, да, конечно, порой иногда это переходило уже в откровенный трэш-ток, но в этом нет ничего плохого, это шоу-контент, не надо к этому слишком серьёзно относиться, там, никто не собирается, там, ну, я не знаю, насмерть ни с кем драться и так далее. Это просто люди создают инфоповоды, чтобы людям, ну, зрителям было интереснее смотреть, и всё, как бы, ну, и блогерам, чтобы было что обсудить танковым. И в целом это создавало, опять-таки, огромный ажиотаж, люди тратили серу туда, накопленную на новом году, люди участвовали, многие прямо очень активно в это время играли, прямо проводили время в игре и так далее. Ну, как, как можно было просрать два самых хайповых события в танках? Ведь, ну, кроме этого-то почти ничего и нет. Ну, чё остаётся-то, скажите мне, да ничего не остаётся, что, мирный 13 какой-нибудь, типа, фан-режим? Ну, окей, ну, это, да, это какой-то интерес вызывает, как и, там, последний Ваффентрагер, но это не того уровня, вообще, события, инфоповоды, как Чёрный рынок или Битва блогеров. Наверное, вот новогоднее наступление осталось, да, вот единственное вообще хайповое, что происходит в танках, это новогоднее наступление. Всё остальное мы похерили практически, да, вот именно первого, скажем так, эшелона, да, вот, инфоповода и мероприятия, назовём это так. Я не знаю, что компания Wargaming делает в 22-м году, но это просто какая-то боль, то есть год начался, хуже некуда. По сути, мы, ну, стартуем с лютого провала какого-то. Ведь прошлый год, я, помните, подводил в итоге, говорил, что он не такой уж плохой был для танков, там были, ну, прикольные вещи вполне себе, там, да, изменения по арте, мирный переделали, получше стал, да, и так далее. Ну, было, как бы, да, чему всё-таки порадоваться, и, кроме того, в том году Чёрный рынок неплохо прошёл, и Битва блогеров неплохо прошла. И вообще год был, ну, такой, ну, я бы сказал, на четвёрочку с минусом для танков, то есть пойдёт. Вот, нынче, пока это старт, это просто, ну, куда-то с уровня Марианской впадины, то есть я не, это ноль из десяти пока вот. Из пяти там тоже ноль, как говорится, тут уж не важно, по какой системе отсчёта оценку ставить, если она ноль, она в любом случае будет такая. Я не знаю, друзья, я надеюсь, что что-то поменяется, там, Юша говорил, что может быть, та же Битва блогеров там будет осенью, ну, я не знаю, я надеюсь, конечно, на это, но я что-то сомневаюсь. Я думаю, что компании Wargaming надо, во-первых, однозначно возвращать Битву блогеров, и во-вторых, нужно что-то думать, то есть я, я вообще против того, что вместо Чёрного рынка, говорю, появился этот аукцион, который даже по названию как какое-то говно выглядит уже, да. То есть все привыкли, Чёрный рынок, это звучит, это сразу кликбейт там, блядь, просмотры, всё. Тут аукцион, его даже многие начали называть Мини Чёрный рынок, Чёрный аукцион, там, да, заметили, потому что само по себе название аукцион, как, ну, оно людей не притягивает, да, в плане внимания. Короче, пока всё плохо, я этому расстроен очень, потому что, как бы то ни было, я хорошо отношусь к компании Wargaming в целом, и люблю игру World of Tanks, какой бы она ни была, потому что это, во-первых, моя работа, во-вторых, ну, я этой игре очень многим обязан. И я не хочу, чтобы она вот шла по такой вот пути и скатывалась куда-то в задницу, я хочу, чтобы эта игра развивалась, и прошлый год меня, в принципе, ну, порадовал, говорю, относительно, и видеть, как сейчас всё, что, по сути, всё, что нажито непосильным трудом, всё куда-то в жопу катится, мне вот это больно, вот, всё это, на всё это смотреть. Видео получилось немножко сумбурным, таким, может быть, эмоциональным, извините меня, но, если вдруг, да, кому-то так показалось, но, вот, сказал, как, как, как могу. Поэтому, ещё раз, если вы согласны со мной, палец вверх прожмите, в комментариях напишите своё мнение, что вы думаете по битве блогеров, по чёрному рынку, по аукциону, и обязательно подписывайтесь, повторюсь, на канал, если всё ещё этого не сделали. Также заглядывайте в телеграм-канал, ссылочка есть в описании, там тоже много интересного. На этом всё на сегодня, всем до скорого, и всем пока!